Итак, постараемся продолжить, пока не пришли отмазки в голову, чем бы заняться ещё, продолжить моделить пылесос. Значит, тут на чём мы остановились. Не знаю, не хочется сделать колёса. Итак, для колёс нам необходимо три поверхности, образующих и текущих рисунок. Так, давайте построим ось. Для начала построим ось вращения. Это привязка к центру. Snap to center. Работает. Так, вот это будет наша ось вращения колеса. Откроем всё лишнее. Уберём симметрий. Итак, первая поверхность у нас будет вращения. Поверхность вращения относительно... Это лицевая часть колеса будет. Так... Тут огромные точки можно скрыть. Вот эти можно подвинуть туда. Вот так вот будет выглядеть наша передняя поверхность. Задняя имеет более натянутый вид. Так... Итак, у нас колесо будет где-то вот такое. Отсюда. 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 Как-то вот так. И будет ко всему к этому внутренняя полочка колеса. Немножко налет. Так, вот это не нужно больше. И нам, естественно, необходим зазор между колесом и аркой. И тут такая псевдошина тоже имеет толщину. И это тоже нужно сделать. Значит, попробуем это сделать просто масштабированием. Переместив пивот. Где-то вот сюда. И сделаем обычный скрин. Дальше нарисуем. шин. Пока что схематично нам сейчас важнее диск. Итак, строим диск. Значит, уже с, по-моему, 2012 версии или 2011, в инструменте Revolve в Surface появились очень интересные настройки. Значит, что они нам дают? Эти настройки у нас сейчас пяти лучевой диск. Пяти лучевой диск. Симметричный абсолютно. То есть, соответственно, десятая часть у нас идет полностью симметричная. Соответственно, нам не нужно делать весь диск. Мы делаем не пятую даже, а просто десятую часть. И в этом смысле Revolve нам поможет этого добиться. Добиться чего? Добиться самой простой поверхности. То есть, десятая часть от окружности у нас будет не без спанов, без ничего. И степень будет очень-очень маленькая. Так, мы видим, что сейчас у нас один сегмент пятой степени. И что копюра у него, скажем так, не самая лучшая. Поэтому мы сделаем тридцать шесть градусов пятой степени. И это будет лучший вариант. Так, смотрим, как это выглядит. Нам нужно вокруг Y. Повернуть на тридцать шесть градусов. И сделать девять копий. Все они в кривизне. И у всех у них эпюра. То есть, радиус очень равномерный. Вот так вот мы получаем чистую поверхность. Таким же образом строим и остальные. Рыбовый. Рыбовый. Отлично. Так. 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 Ну. Давайте построим. вот оно. Пьет. вот так. Немножко шире. чтобы упирало. Так. Кривые. Можно скрыть. Дальше нам необходимо секущая поверхность, которая будет делать рисунок нашим диску. Как это сделать? Какой рисунок должен быть? Обычный пятилучевой диск. Так. Ничего особенного. Так. Помним, что это наша половинка. Что нам нужно отсечь пятую часть. где-то вот так. Может, чуть шире возьмем. И желательно было бы, конечно, сразу прийти в тангенс. Вот сюда. Чтобы не делать лишних движений после. Как это сделать? Попробуем. Align. Tangents. Вектор. 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 Юй-юй. Как переключиться на V. reset. Как это сделать? Делаем простую вещь. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. И вот мы имеем тангенс перпендикулярно к нашей поверхности. И теперь мы можем подстроить точки, как нам надо. Возможно. Ну допустим. так. Все перемешиваем. Все перемешиваем. Все перемешиваем. вороты, относящиеся к этому телу вращения, лучше перемещать на ось вращения непосредственно. Итак, что нам теперь нужно оставить? Диск с кромкой. То есть используем инструмент Trim Intersect. Из-за передней части мы пересекаем с этой и с этой поверхностью. И нам нужно оставить диск с кромкой. То есть лучик с кромкой. Так, это есть. Из внутренней части вот этой штуки нам нужно оставить только внутреннюю часть. И точно так же здесь здесь. Вот пожалуйста. Неми. Диск. Вот это придется все-таки разбивать и влететь. и так. Кстати, неплохо. хе-хе-хе-хе. Но немножко не то, что хотелось бы. Для начала нам нужно сделать Mirror. нет. Duplicate Object 1 без поворота относительно оси Y, Z. или Scaling по X-1. Вот так вот. сделать Zero Transform, чтобы здесь не было минусов. и потом сделать Edit Duplicate Object. 36 нам нужно увеличить два раза. Это будет 72 без скейлинга. Точнее 72 градуса по Y. И не 9 штук, а 4. Go. Вот так вот. Пока что этого хватит. Так, сзади вот нужно подровнять. Ну, не знаю, сейчас колесо вполне себе закончено. Останутся только сделать филеты здесь. Ничего особенного больше не придумаешь. Поэтому поехали двигаться дальше. Давайте отрежем Харкун с дном вместе. Сейчас. Так. Ну, тут видно, что у нас она немножко высоко. То есть она должна быть выше колеса где-то до сюда. как-то вот так. Можно немножко натянуть. Традиус. Вот. Возьмем отсюда плоскость. Плоскость можно было создать, конечно, и инструменты. Плоскость. Почему-то хочется заморочиться. Это, видимо, диагноз. Так. инструментом trim без всяких. Традиус. Еще раз. Скроем лишнее. Инструментом. колесо бы хорошо сгруппировать и выкинуть отсюда. групп. Искры. Итак. Так. Инструмент trim intersect. Ну вот. Так. Я тут высмотрел одну неприятную ошибку. Так. Значит, в колесе вот эта лучинка, стенка ее, она под углом находится. У нас она ровная или? Традиус. Давайте исправлять. Так. 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 исправлять будем довольно просто вот единственное что нам нужно сделать так чтобы не потерять кривизну вот здесь будем делать и так передвинем так сначала делаем ангрупп и передвинем затем да затем стрим вот так вот так как нам увидеть нам нужно построить плоскость construction plane относительно этого среза чтобы работать с тангенсом здесь и И, в принципе, это можно сделать следующим образом. Давайте вот этим инструментом. Подтянуть сюда и вот сюда. Дальше. Вот так вот. Можно сделать на 0. С шифтом вкладываем по последней и он соединяет все. Можно и просто одну попробовать сделать. И, как нам точно выставить сюда тангенс. Одну степень. Алайним по G1. Подставим сюда. Вот эта задача была такая. Теперь проверим, как она себя оправдывает. И оправдывает ли вообще. Вытягиваем заново с поверхности. 3, 1, 3, 1, 3. Везде делаем 1, 3. И снова делаем 3. Интерсект. Спереди. Оп spiritual support. Он официально перенесет. Теперь мы видим, что у нас здесь есть укло. И самое главное, чтобы здесь была кривизна. Мы там можем, конечно же, без проблем сделать филет. Я выбираю дубликейт-object 1.0.px-1.go. Дубликейт-object 4.72.0.px-1.go. Что, не туда согнул? Оу-е. Проверяем. Круто. Но всё зря. Делаем ещё раз. Ай-яй-яй. Хотел не то включить. Хе-хе-е. Так. Ещё раз. Чёрт побери. Картинки к чёрту. Вот перед колеса. Перед колеса. Так. Это удаляем. Это удаляем. В общем, примерно нам нужно вот эту вот штуковину поднять. и вытянуть вот сюда. Слишком заудилась арочка. Так. Точнее. Так. Так. Ну впил отсюда и ротейт. Так, ну не этого достаточно. Дальше проводим ту же манипуляцию с тангенсом, что и делали только что. Сюда. Вот сюда. Вот сюда. Давайте сделаем здесь точно так же, на всякий случай. Вот сюда. Вот такие вот танцы с бубном. Ну я не знаю, мне кажется, ничего особенного. Так. Так. Еще раз, еще раз, еще раз. Вот тебе на. Как же так? Как же так? Попробуем. Не установил, видимо, при триме изначально. Туда куда надо. Последние три. Так, ну наконец-то. Вот перед наш под углом. Фух, аж надоело уже. Уже не хочется ничего делать. Так. 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 настраивайте. Ну вот что это за хребт. Габ какой-то безумный. Еще и в тангенс не попали. Янду куда-то девается. Так. Будем считать это сделанным. Принцип вы поняли. Сил нет. Так. Появилась гениальная идея, как это все поправить. В третий раз готовьтесь, но уже с нижней частью мы берем. Это вот дело. Переходим в четкий вид. И привязываемся сюда и вот сюда. Точно так же и здесь. Сюда. И вот сюда. Точно так же. проверим может быть хоть что-нибудь да получится сделаем по-наглому и сюда интерсекцию пили тут же 0 конечно не будет но зато я уверен что здесь будет кривизна проверим нет нет что за так внимание так есть готово давайте закончим это колесо на 1 и на следа надоело с ним уже морочится 5 делаем и конечно же так так удалим историю сделаем on trim и trim заново и здесь тоже И еще один филит. Интериор фри, можно попробовать на вечеринке. Он выравняет относительно линий. Удалим историю и повторим. Тут не лучший вариант. Удалим историю, выделим, сделаем ангрупп. Ну, в пивот вот сюда. Раскрасим это дело. Дупликейт. И еще один дупликейт. Дупликейт. Теперь я доволен.